Идет, в общем-то, месяц уже войны, но могу сказать то, что это не последний месяц, еще будет, как минимум, несколько месяцев она идти. Ну, почему? Потому что в Астеров несколько оторвано от реальности и категорически не будет подписывать какие-то там поражения, потому что, ну, Путин стар, ему 70 лет, ему терять нечего, но народ своему плевать, это как бы видно по тому, как забирает своих военных Россия, ну, убитых. Просто есть даже такой прикол, который, кстати, объясняет, почему Россия своих военных не забирает убитых, ну, по крайней мере, обычной пехотой, потому что полагаются за убитого на войне военного выплаты, сколько там, 11 миллионов рублей вроде. Так вот, это за убитого, но если он потерялся без вести, никаких выплат нет. Это, причем, вот недавно этот закон поменяли, можете посмотреть внимательно, поэтому Россия их забирать не будет, чтобы они как бы потерялись без вести, потому что, если умножить там количество потерь, там, вот этих 15, там, скажем, 16 тысяч на 11 миллионов, это надо 16 миллиардов выплатить рублей, а денег в России в бюджете из-за санкций так не особо, не густо. Куда уж там 16 миллиардов выплачивать родственникам, поэтому будет где-нибудь там 500 человек потери с выплатами, там, офицеры какие-нибудь, а все остальные, будет 16 тысяч пропавших без вести. Вот вы видите. Уже минус новость, по-моему, 6 генералов российских, или 7 уже, 2 из них в Чернобаевке. Чернобаевка вообще, это уже мемовое место для украинцев. Это такой аэропорт, ну, в районе Херсона, и там Россия выставляет постоянно кучу вертолетов, техники, там, снарядов, генералов даже иногда оставляет, двух, по крайней мере, точно. Ну, и Украина просто ждет, когда они там все это выставят, и выпят нахер ртой, и сносят все в хлам. Они, значит, снова выставляют, и снова выпят ртой, и все сносят в хлам. И так уже, по-моему, 10 или 11 раз уже произошло. То есть они, ну, украинцы как бы вот их выпят, бомбят, то есть они думают, они шатуп, и они специально технику подставляют, чтобы разбомбили. Ну, я бы поверил, что, может быть, они просто вот не хотят воевать, и хотят просто, чтобы их технику снесли, а потом бы их отправили домой, потому что они начнут воевать. Ну, солдаты так делали. Ну, там же, ну, там же генералы еще умирают, там же двух генералов убили вот в этом. Дурнев даже, он телеграм-канал создал, и киваны кончены. Сот тысяч подписчиков уже набралось, потому что, ну, блин, просто украинцы порой в ахере, ну, они что-то совсем тупые. Так плевать. В общем, обстановка по фронту за месяц как изменилась. Ну, наступление по северо-восточному направлению полностью провалилось в России. Российское командование само это как бы признало тем, что стало отводить свои войска на южное направление. Там Херсон, Малипполь. По факту, ну, Россия успела там захватить Херсон, но на данный момент она уже его не контролирует полностью. Это значит то, что часть Херсона уже контролируется в СУ, и там идут бои за его освобождение. Не знаю, когда это закончится, когда сводят, но посмотрим. Малипполь, ну, как месяц в окружении, так его взять все еще не могут. Причем в районе Малипполь уже умер и глава, айзан главы Черноморского флота РФ. Это так вот успешно они за Малипполь воюют. Рядом смотрю прямо из Бердианск, ну, там километров 30, что ли, где-то недолго ехать туда. И возле Бердианска сгорел нахер, взорвался корабль Орск. Большой десантный корабль, такой здоровый, видео есть в интернетике. Вместе с ним и вся топливная база нахер сгорела с кучей, большим объемом горючего. Это при том, что Бердианск как бы для России, ну, типа тыл, ну, типа там официальные вот эти вот оккупированные Россией территории, они как бы подальше от Бердианска, ну, нормально так вот на дистанции, что, ну, можно считать Бердианск типа тылом. И там расхерачивают российский корабль. Что интересно, ровно через месяц, то есть 24-го числа, 24-го числа началась война с того, что украинские военные на острове Змеиный сказали русскому военному кораблю «иди нахуй», что стало мемом, и ровно через месяц, 24-го числа, снова российский военный корабль пошел на дно. Такие интересные дела. Сейчас Украина, ну, проводит контрнаступление в районе Киевской области и Сумщины. Там сегодня сообщали о освобождении Трастенеца, Трастенца, как его там правильно склонять, не знаю. И после этого застрелился российский полковник, который отвечал, я так понимаю, за это направление, с Кантемировской бригады, которая самая элитная танковая. Не вывез, в общем, потерь моральных, не только. Был первый случай уже, когда российский военный продал Украине танк за 10 тысяч долларов. Там просто им смс-рассылку делают по телефонам. Ну, которые, ну, сами-то российские военные без своих телефонов. Они крадут телефоны у местных жителей, и там фиксируются, как бы, ну, звонки, они звонят родственникам своим, фиксируются телефоны, с которых звонят в Россию, и по ним приходят смс-рассылочки, там, с предложения продать танк, еще что-нибудь, там, просто сдаться в плен за бабки. Ну, там, чувак, короче, продал за 10 тысяч баксов танк, и сдался, соответственно, в плен. Ну, как в плен, когда по такой процедуре, как бы, сдаются, их там заселяют в нормальные, как бы, условия жизни, типа, электрозвездочный отель, там, душ, комната, кухня, все дела. Ну, можно жить, как бы, нормально, в принципе, не париться. Увыше, чем многие беженцы даже, по крайней мере, живут. И, ну, еще 10 тысяч баксов в придачу, да еще и возможность украинских граждантов получить, которые сейчас самые топовые в мире. Поэтому, не херовенько, так что, не знаю, что остальные российские военные топят, как бы, не верят, наверное, просто, что так можно. Ну, типа, зря не верят. Украина-то, в отличие от российского командования, не обманывает военных. Что там еще интересного? Ну, вот, контрольное вступление по северным направлениям, по-восточному. Белорусы так и не пошли воевать за Россиюшку. Зато собрался целый батальон белорусов там. У меня подруга одна, она сейчас как раз в центре, где в Польше, их там тренируют перед отправкой. И вот, говорю, что уже тысяча бойцов белорусских есть. Прикольно. Потому что они потом поедут в Белоруссию освобождать от Лукашенко. После войны. Надеясь на это. Что еще хорошего вам рассказать такого? Можно там не верить в потери, как там россияне делают. Ну, хрен с ним, пускай не верят. О, Кадыровцы, вообще интересная тема. Про Кадыровцы вспомню. Тут общался с Тепочком, который с одного населенного пункта, где были Кадыровцы. И там так вышло, что в какой-то момент их главного убили. Они обосрались, стали переодеваться в гражданку, чтобы выйти из города. Но, ясное дело, оружие тоже скидывали. И вот этот вот товарищ мой, вот другими поциками местными, вооружились ножовками, прутьями, ножами. Мои великодыровцев, вот этих вот переодетых в гражданку, заставляли их сказать полиныте, чьи показаты украинский паспорт. Ну, понятное дело, ни того, ни другого они сделать не могли, поэтому их просто резали. Ну, предварительно кормили савом. Вот. Сава в рот и калаху. Ну, вот так вот украинские поциками вели на короткий разговор с кадыровцами. Я не уточнил, а там, что кадырцев в плен не берут же, да? Вот такой, не это чего, они же там эту женщину насилуют. Поэтому все кадыровцы отправляются в сальное путешествие. На тот свет. Такие вот раскладики. По сути, ну, российское командование полностью признало свое, скажем так, поражение на практически всех направлениях, кроме одного. Ну, именно поэтому оно перебросило все силы на одно направление. Вот. Ну, посмотрим, что дальше будет. У Зеленского сегодня взяли интервью российские журналисты. Журналисты, Медуза, Дождь, Коммерсант, еще кто-то, какое-то издание. Пять изданий, по-моему, взяла. Роскомзазор засуетился, испугался, сказал удалить, не публиковать. Но все равно публиковали, посмотрите, там очень четко по делу, все нормально раскладывают. Неспроста Роскомзазор боится этого интервью. У нас, наверное, очевидно, что Зеленский все-таки не тот фаршик, которому его молюют. Роспропаганда нормальный, адекватный человек, и он сам в ахере от того, с кем мы имеем дело, с кем война. Вот. Что у нас дальше ожидать? Посмотрим. Ну, по моим прогнозам, нас ожидают потепление весеннее, появление такой темы, как зеленка. Зелень, кусты зазеленеют, деревья зазеленеют. А что это значит? Это значит партия и занщина. Тотальная. Причем, ну, так вот вышло, что, ну, мои знакомые военные рассказывали, что изначально, как бы, НАТО думало, что Украину тоже за двойня возьмут. Ну, как Россия думала, НАТО тоже так думала. И поэтому война будет чисто партизанской. И готовили украинцев к партизанской войне. Поэтому только оружие, как бы, давали такое чисто пехотное, противотанковое пехотное, противовоздушное пехотное, чисто вот партизанское оружие. И все, как бы, охерели, что не только за два дня Украины не взяли. Еще и фронт стабилизировался какой-то. Еще и в контрнаступление пошли по, там, некоторым направлениям. И никто этого не ожидал. Вот. Поэтому НАТО, ну, даже, как бы, ну, не было готово давать, как бы, танки, либо что-то еще, что не нужно партизанам. И сейчас такие думают, как это вообще с этим теперь быть. Ну, начнут танки, думаю, давать попозже, когда допрет до них все-таки, что, куда и как. Пока тупят просто немножко с этим. Вот. Начнется зеленка, будет более активная партизанщина. Что такое активная партизанщина? Это значит, что тыла нет. Вот тыла и сейчас, как бы, судя по взорванному кораблю Бердянске, не знаю, как это сделали, честно, не понимаю с этим ребятам, что это сделал. Тыла у россиян вообще не будет. Чем больше территории они оккупируют, тем больше пизды не будут получать на этих территориях отовсюду. Потому что, ну, даже уже сейчас под Киевом, там, возродилась так старая добрая казачьина, когда типочки никому неизвестные, непонятные, то ли они там с ВСУ, с СБУ, откуда еще, может, просто ребятки, обычные, со двора. Перебрались в лес, нападают на российских военных, забирают у них оружие, снова в лес, снова нападают, мочат, забирают оружие, броники, снаряги, амуниции, снова в лес. Ну вот, и, скажем так, пополняют свои запасы. По танку вообще забавная история. Ну, НАТО ни одного танка Украине не дало. Но у Украины с начала войны танков стало где-то на 30 больше. При том, что 76 танков Украина потеряла. Все потому, что 100 с лишним танков Украина забрала у России. При том Россия потеряла оккупить 100 танков. Вот. Так забавно выходит. Еще, кстати, застрелился, по-моему, еще какой-то там танковый командир российский. Ходят слухи, что это связано с тем, что начали расконсервировать танки старые. Оказалось, что там все попиздили, движков у них тупо нет. Они, ну, там, один из десяти танков только боеспособен. Упс. Армия понтов. Плюс к войне против стран ОДКБ подключился Азербайджан. Начал мочить по Армении. Я, как бы, ничего не имею против армян и вообще Армении. Но я понимаю, что просто армяне стали жертвой обстоятельств, где они зачем-то союзничают с Россией. И гарантию их безопасности давала не до страна под названием Россиюшка. Поэтому, ну, поскольку Россия терпит большие потери, она стала перекидывать Дальневосточную свою бригаду, Украину, армию точнее, и Кавказскую. Пришлось им миротворцев снять с Армении. Ну, типа миротворцев. Поэтому Азербайджан пошел в наступление, стал раздавать людей там. Вот. А Россия, как бы, отправила этих типочков в Украину умирать. Поэтому не может защитить Армению. Ну, вот, уже, как бы, второй фронт, грубо говоря, открылся со странами ОДКБ. Ну, грузины, я думаю, ссать будут, что-то делать. Там все-таки, как бы, они нормально огребли в восьмом году и боятся. Ну, то есть, ну, боятся на территории Грузии воевать. Я не говорю за грузин, которые воины настоящие, сейчас в Украине мочат Росармию. А вот, в самой Грузии, ну, по моим знакомым оттуда, настроения там такие сыкливые. Типа, нет, там нас тут замочат, нам пизда, мы не пойдем против России. Хотя, там, Арестович говорит, что на базах в Грузии российских там уже войск не осталось. Они все вывели в Украину, потому что их солдаты здесь очень быстро заканчиваются. Вот. Ну, может, Молдову все-таки при не здоровье заберет. Ну, если что, и Украина поможет потом, в случае чего. Учение военной на Куривах Россия начала, осадками войск, кто там остались. Что еще Украина не перекинула. Ну, так, типа, Японии показать, что мы здесь, типа, есть. Не заберете наши Куривы. Ну, давайте честно признаемся, у Японии хоть официальной армии нет, но то, что у них есть вместо армии, оно намного более технологично, чем у России. Ну, это, как минимум, какие-нибудь дроны с искусственным интеллектом и прочие приколы. Чего, я думаю, в России вообще даже близко нет, в армии. Че она там, ну, такая бомжатская армия может. Вот. Поэтому второй фронт открылся. Ждем новых фронтов. Будет развал Россиюшки, скорее всего. Тотальный пиздец. Сейчас, ну, реально, как бы, вот, народ России, как бы, сразу не выкупил, что, ну, как только это все началось, нужно Путина скидывать нахер, потому что, ну, бесстанчно заплатно. Не выкупил. Сейчас, вот, цены там высокие. Это только, ну, началось все экономически падать. Все это, и кризис только на старте, опять же. Еще даже не на середине, даже близко. Он только разгоняется. Только начал. Поэтому еще будет полная жесть. И когда, я думаю, вот, через пару недель россиян допрет, наконец-то, что ничего к лучшему меняться уже не будет больше. При Путине уж точно. Думаю, начнут поднимать потихонечку. Бучу. Кипиш. Восстание. Но не быстро. Заторможенные слишком. Нужно время какое-то. Постадать. Хорошенько. Путина полюбить немножко еще. Разочароваться в нем окончательно, что он ничего не может уже сделать. Хоть вот тогда, да, тогда вот начнется веселье тотальное. Блин, вот в очень интересное время живем. Прямо в центре событий. Ждем. Пока что, вот, жду, пока у россиян начнется тотальная стадия слома и депрессии. Когда начнется, начнется вообще, вообще интересно. Такое жирковье. Вот. А пока, пока в жирковье превращаются российские военные. Жаль, ребяток. Ну, на смерть идут. Большие потери. Серьезно. Типа, можно там этот. Думать, что Украина преувеличивает все остальное. Может быть. Но, вот я со всеми военными украинскими, которыми общаюсь, все абсолютно говорят, что потери среди украинов в разы, в разы. Меньше, чем у России. Во много раз. Ну, я понимаю, почему. Это отношение власти к своим военным. Это их бережливость к своим военным. Это уровень снаряжения, уровень поддержки населением. Ну, куча тактических преимуществ Украины. Сейчас еще зеленка, партизанщина вообще. Вот. Ну, месяц прошел. Такие итоги по месяцу. Посмотрим, что дальше. До новых вам встреч. Субтитры сделал DimaTorzok